Единственное, у кого мой новый облик не вызывает вопросов, урод старости. Враги и друзья — это одни и те же люди. Кто это сказал? Я не помню. Мы с уродом сидим в Макдональдсе, друг напротив друга. «Посмотри на меня», — говорю я. Я смотрю. Он мог бы не произносить этого. Его глаза преследуют меня повсюду, на переменах, на уроках и после уроков. Когда бы я ни обернулась, я натыкаясь на его взгляд. Я не знаю, как давно это началось. Может, это и не заканчивалось никогда. Даже в те времена, когда он разбил мне нос, тогда урод старости легко шел на сближение, трогая себе личное пространство. В основном, чтобы взорвать его, наводить страхом, посеять панику, теперь старости не приближаются больше, чем на три метра или на два. Этого расстояния достаточно, чтобы рассмотреть его. Надо же, уроды тоже меняются. У него синие расселённые глаза. А какие были раньше? Смешно торчащие разные стороны тёмные волосы. А какие были раньше? Прямой нос. А раньше у него был нос или нет? Чётко очерчены припухлые губы и ямочка на подбородке. И ещё одна на щеке. Она вылезает из окрытия только тогда, когда урод старости улыбается. Долгое время я не подозреваю о её существовании. Урод провожает меня из школы домой. Провожает, конечно, громко сказанно. Он плетётся позади, держа всю ту же дистанцию, два или три метра. Иногда я вижу его на противоположной стороне улицы и почти всегда возле дома. Стоит только выглянуть в окно и наткнёшься на уроды, сидящего на лавочке с самым независимым видом. Кого ты хочешь обмануть, старости? Кого убедить в том, что часами сидеть на скамейке в 10-ти градусный мороз удовольствие выше среднего? Когда столбик термометра опускается ещё на 2 градуса, я решаюсь. Набросив куртку, я выскальзываю из квартиры, спускаюсь вниз и оказываюсь на улице. Старостин, не ожидавший моего появления, затравленно смотрит на меня. Старостин? Я стараюсь придать своему голосу некоторую долю каризмы. Новикова? Едва шепчет замёрзший, как суток старостин. Какого хрена, старостин? Что тебе от меня нужно? Ничего. Ничего? Точно? Ничего. Давай, например, нет расстояния ни о чём. Преодолять его можно за секунду. Странно, что урод старостин до сих пор этого не понял. Блин, приблизившись к нему вплотную, я кладу руки ему на плечи и изо всех сил вдапливаю рот в старостинское ухо. А может быть чего? Может быть вот этого? Мой рот пропахав щеку урода на секунду замирает у его губ, а потом я целую. Я целую. Старостина. Это очень странное ощущение. Сначала я не чувствую ничего, кроме холода, как если бы прислонилась к заиндевевшему стеклу. Но очень быстро холод начинает отступать. И где-то в эпицентре столкновения наших со старостинным губ возникает что-то похожее на циклон. Ну да, это циклон с ураганным ветром, разрядами молнии и штормовым предупреждением по всему побережью. Интересно, как это выглядит с земной орбитой. Устранившись от старости, я заглядываю ему в лицо. Глаза урода закрыты, мокрые ресницы дрожат. И когда они успели отрасти настолько, что занимают полщики, ну, почти. Невозможно понять, улыбаются старости, на ли мурщицы от нестерпимой боли. Я пытаюсь отстраниться, но ничего не выходит. Рот держит меня за куртку мёртвой хваткой. Нравится куртка? Спрашиваю я. Нравишься ты? Выдыхает он. Неизвестно, каким образом мы оказываемся в подъезде, но это правильное решение, самое логичное. В подъезде намного теплее, чем на улице. К тому же старостин прислонил меня к батарее, отопление и со всех сторон окружил собой. Я и двинуться не могу, чтобы не наткнуться на руки старостинных, свитер старостинных, старостинский пуховик. Один циклон сменяет другой. Придумывать им всё новые и новые имена нет никакой возможности. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Ты сыночь нашепчет старостин, тычусь ресницами мне в лоб и висок. Давно, всегда. Сэнтерфайз плывает в моём сознании. Всегда веря. Девиз морских пехотинцев, а старостин как раз и похож на морского пехотинца. Высокий, выше меня почти на голову, широкопричен, длиннорукий. Девчонок через лица несколько выбивается из образа, но и с ними можно справиться. Обрезать ножницами, в конце концов. Это может заставлять меня улыбнуться, и старостин улыбается в ответ. Наконец-то я вижу ямочку на его правой щеке, выпалшую из укрытия. Я люблю тебя. Расскажи мне полуостровый Вальдес, шепчу я. Что? Шепчет старостин. Ты же готовил доклад об Аргентине. Когда? Сто лет назад. Я не помню, но если тебе нужно, я могу. Не нужно, старостин, проехали. Год, в котором мне всё ещё 15 проходит под знаком суклона в ураганном, витебальных взлетрясений и цунай. Это глобальные потрясения. На вести локальные, в виде Тарнана, выброса вулканического пепла и техногенных катастроф. Можно подумать, что всему вину старости, но всему вину я. Мы почти не расстаёмся. Единственное, чего он хочет, чего хотел бы, чтобы я стала его девушкой официально. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посмотри на меня. Я смотрю. Он вытягивает руку, осторожно касается моих пальцев кончиками своих. Старостинская рука чуть подрагивает, и я чувствую, как от соприкосновения под кожу разливается особенное, пока вам ещё тепло. Скажи, готов ли ты совершить что-то серьёзное ради кого-нибудь? Совершить непоправимое? Когда к старости надёргаться, но теперь я точно знаю, что за ним ничего нет. Даже заваляющей древесной лягушке. Давно-давно я украла его сердце. Кем бы оно ни было. Готов шепчет старости. И его ярко-синий глаза темнеет до фиолетового. Ты сама знаешь. Ради тебя. Редактор субтитров А.Семкин